Брошенная и забытая всеми. 75-летие Аллы Пугачевой обернулась настоящей катастрофой. Пенсионерка намеревалась с размахом отметить юбилей, но не мушина агент, не так называемые друзья к ней не приехали. Пугачева должна была умереть еще 10 лет назад, но как энергетический вампир она пьет соки из молодых мужчин. Для современной России Пугачева является обычной бабушкой. Она не является не то что кумиром, а вообще даже тем, кого стоит слушать. Вы прослушали краткий обзор российской пропаганды, который был посвящен дню рождения Аллы Пугачевой. О нем и не только, и конечно о более глобальных вещах, как всегда, поговорим сегодня с российским оппозиционным политиком, кандидатом психологических наук Леонидом Гозманом. Леонид Яковлевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Витаю. Витаю на взаим. Ну вот я краткий экскурс, такой обзор сделал. Сама Пугачева на всю эту кремлевскую вонь внимания не обращает. Ну мне тогда интересно, для кого это все. То есть Кремль боится перейти ту грань, чтобы повесить на Пугачеву статус, например, иноагента или там Пугачева-террорист или что там, как они обычно это делают. Но тем не менее продолжают ее поливать грязью на федеральных каналах. Какую цель они преследуют? Да, то есть, ну есть люди, которые любят Пугачеву и будут ее любить. Есть люди, которые, наверное, которым она безразлична. И я думаю, это тоже никак не поменяется. На кого работают? На кого понятно? Какая целевая аудитория? Для чего это все? Ну, вы знаете, они оказались, наши начальники, оказались в очень тяжелой ситуации, такой психологически тяжелой для себя. Потому что Алла Борисовна Пугачева, к поздравлениям я, разумеется, присоединяюсь, которые со всего мира и со всей страны идут сейчас, она совершенно уникальный человек. Дело не в том, кто ее поклонник, кто не поклонник. Знаете, вот я как бы никогда там, честно, наверное, на ее концерты не ходил. Ну, как-то, ну, не знаю, я относился к ней с уважением, но она не была моим, так сказать. Я не то, чтобы все время хотел, а вот еще раз ее послушать. Да вот у меня такого не было. Да, я понимал, что она блестящий человек там и так далее, но так получилось, что Алла Борисовна завоевала какой-то фантастический авторитет в стране. Вы знаете, фантастический. Я думаю, что это не только потому, что она действительно, по-видимому, удающаяся певица, актриса, а потому что, не только поэтому, а еще и потому, как много она делала для поддержки молодых людей, талантливых, да, сколько вокруг нее собиралось людей, какую она занимала всегда, какую-то вот, ну, такую вызывающую симпатию людей, позицию жизненную, да. Вот как-то у нее это все получилось, да, как-то все получилось. Вот, она, конечно, кумир и такой авторитет десятков миллионов людей в России, причем вовсе не только тех, кто являются фанатами, собственно, ее пения, понимаете. Вот тут очень важно. Ее вот этот вот, ее авторитет во много раз превосходит вот эту группу ее, собственно, поклонников ее вокального и артистического дара, да. Вот, ну, если бы, знаете, выбирать, там, я не знаю, женщину России, то я уверен, что это была Бала Пугачева. Вот просто, вот, знаете, вот как провести такой опрос, да, вот, какая женщина символизирует Россию, или что вы хотите, какую женщину бы хотели, чтобы она символизировала Россию, да, конечно, это была Алла Борисовна, конечно, да, вот. И интересно, что было бы, если она вдруг баллотировалась в президенты, вообще, ну, на настоящих выборах, я имею в виду. Вот, и власть с ней поругалась, так, власть с ней поругалась. Власть с ней понимает, что делать, потому что, понимаете, действительно, вы правы, объявить ее иноагентом, террористом, там, и так далее, это значит поставить себя, восстановить против себя девятки миллионов людей, которые, как вычеркивают, совсем с дуба упали, да, значит, Аллу Борисовну хвост поднимать. Вот, был анекдот еще при Брежневе, при Брежневе был анекдот, что в энциклопедии, там, где-нибудь в середине 21 века будет написано, что Брежнев – это мелкий политический действитель эпохи Алла Пугачевой, понимаете? Это тогда писали, тогда, а сейчас-то тем более, да. Вот, и они, единственное, что они могут, это они могут вот нести вот эту ахинею про то, что все ее забыли, что никто ее не интересуется, там, и так далее, это, конечно, ложь, это, конечно, ложь, она выдающийся человек и фантастически популярна, фантастически. Ну, друзья, свои поздравления Алле Пугачевой можете оставлять в комментариях, вообще, ваши мысли по поводу того, вот, по поводу этой вони, да, которая несется в ее сторону со стороны Кремля, будет интересно почитать это все, ну, и вначале не просил, чтобы не тратить время, но сейчас уже самое время поставить лайки этой беседе, для того, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор. Мы вот с вами, Леонид Яковлевич, часто говорили и о тех, кто нас разочаровал, кто поддержал Путина, поддержал войну, восхищались теми, кто высказался против, однако есть же еще третья категория, и вот буквально недавно я нашел такой довольно обширный материал о тех, кого называют молчунами, о тех, кто промолчал и не высказался никак, хотя их слово могло как спасти, так и убить, да, вот, ну, сразу там несколько самых известных людей, да, Владимир Познер с февраля 22-го года абсолютно потерялся, он не дает интервью, ничего не пишет, не участвует ни в каких программах. Иван Урган в начале войны опубликовал антивоенный пост, и сразу же закрыли его программу, и с тех пор, в общем-то, он всячески темы войны избегает на тех мероприятиях, в которых принимает участие где-то в основном за границей, либо на корпоративах внутри страны. Дмитрий Нагиев точно так же, он не высказался ни за, ни против, иногда иносказательно как-то пытается там подмигнуть антивоенно настроенной аудитории, да, иносказательно как-то вот какие-то свои мысли, значит, изложить, вот, например, из последнего, да, «А никого не смущает танк в нашей свингерской кампании». Вот такое вот просто вот одно предложение у себя в Инстаграме выставил Нагиев, и как бы вот сразу люди начали трактовать это, те, кто хотели, чтобы он выступил против войны, искать в его словах смысл, однако по большому счету он тоже отмалчивается. Вот мне интересно очень ваше отношение, отношение наших зрителей, да, вот к тем, кто занял такую позицию. Почему и что с этими людьми, как бы, вот будет дальше? Потому что, получается, они оказываются и чужие среди своих, и свои среди живых. Вот, знаете, ну, во-первых, с ними ничего не будет, ничего с ними не будет, да. Во-вторых, что все-таки важно, понимаете, ну да, мне, куда лично мне ближе человеческие, и симпатичнее те, кто высказываются напрямую по поводу всего этого кошмара. Ну, конечно, они мне ближе, понятно, да. Вот, но, на сути, понимать, что поддержать войну и не высказаться против войны – это разные вещи. Поддержать войну – это преступление. Если не уголовное, то моральное, да. Не высказаться против войны – ну что, ну, ты не нашел в себе силы идти в бой. Ну, не нашел, ну, не все находят, да. Я не могу, не имею права судить людей, которые молчат. Я не имею права, я не знаю их обстоятельств. И вообще требовать самопожертвования можно только от самого себя. Риска там и так далее, да. Вот там я выбор сделал давно. Кто-то не сделал, ну, что ж поделится. Значит, не сделал. Ну, вот я могу осуждать тех, кто, и осуждаю тех, кто поддержал войну. Вот это нельзя. Вот это нельзя, это грех. И такой непростительный совершенно, мне кажется, да. А те, кто молчат, ну, они не совершили благородного поступка. Ну, не совершили. Что делать? Ну, друзья, я все-таки попрошу еще вас ваше мнение высказать. Очень интересно услышать. Потому что, действительно, эту категорию лидеров мнений мы как-то упускали обычно из виду. Вот теперь, что вы о них думаете, хотелось бы, действительно, ваши мысли почитать. Поэтому оставляйте их под этим видео. В целом, мы понимаем, что сейчас очень сложно быть, так сказать, в тренде, да, внутри России. И, конечно, быть внутри этой тусовки, при этом открыто не поддерживая войну, на до и после поделила. В общем-то, эти периоды авторитаризма и диктатуры. Та самая голая вечеринка, которую мы много обсуждали в конце предыдущего года. Кстати, любопытно, что та самая Настя Ивлеева вот на днях получила протокол о дискредитации российской армии. За антивоенный пост, где обнимаются два силуэта, которые символизируют Украину и Россию. Тогда еще в начале 2022 года. Вот только сейчас до нее дошло наказание. Это все, наверное, тоже отголоски этой вечеринки. Несмотря на то, что та же Ивлеева собралась вместе с шаманом в оккупированный Мелитополь выступать. Но исправиться сейчас, да, и как бы вот можно либо поехав выступать перед оккупантами, либо вступив в их ряды. Вот мне очень интересна стала история о супруге такой вот барышни по фамилии Блиновская. Это, значит, ну наши зрители, наверное, помнят. Это такая женщина, которая проводила вот эти всяческие марафоны желаний. Такая инфоцыганка ее называли. Потом не уплатила огромное количество налогов, чуть ли не на миллиард. И в итоге оказалась в следственном изоляторе. И вот сейчас, как пишет ТАСС, ее муж отправился воевать в рядах оккупантов для того, чтобы добиться ее освобождения из следственного изолятора. То есть, по большому счету, поехал убивать украинцев для того, чтобы вызволить супругу. Ну, мы можем, конечно, порассуждать им как бы вот и о таком вот выборе человеческом. То есть, вот поехать туда на войну, убивать людей для того, чтобы вызволить свою супругу. Обсудить вот этот феномен. Но, скорее, если более глобально брать, то это ведь яркий пример того, что сейчас каким-то образом, ну вообще, скостить себе все грехи, можно, получается, приняв участие в войне против Украины, верно? Да. Да. Это политика, официальная политика российского государства. Конечно, они выводят какое-то число людей из-под этой возможности. Ну, например, хотя даже, я не знаю, может, они даже таким, как я, дают эту возможность, я не знаю. Ну, говорят, что они Олега Орлова приглашали, значит, принять участие в войне в обмен на освобождение. Ну, знаете, да, это очень известный правозащитник российский, который сейчас получил срок, хотя ему уже за 70-го, ну, в общем, не сильно здоровый человек там и так далее, да? Вот. Но, да, вот они ведут такую политику. Это, знаете, что мне напоминает? Помните торговля индульгенциями? Вот. Плохо кончилось. Плохо кончилось. Это тоже плохо кончилось. Потому что, кстати говоря, я сходно убежден в том, что кто-то из тех, кто заявляет, что он поехал на войну, на самом деле до фронта не доезжает. Он откупается. Он откупается, значит, считается, что он на войне. Дальше он дает какие-то деньги. Ну, кстати говоря, в условиях, когда на фронте надо убивать украинцев, пускай лучше деньги. Дает, но не ездит. Все меньше грех, мне кажется. Ну, так можно сказать и не уплате налогов Блиновской. Не уплатила миллиард, и слава богу. Не пошли эти деньги на иранский... Вы знаете, вот тут у меня немножко другое ощущение. Опять, мне кажется, что Блиновская, это не вообще весь ее бизнес, это дикое жульничество такое, совершенно омерзительное, на мой взгляд. Ну, дураков разводит, понимаете. А потом, понимаете, в чем дело? Война, которую развязал Владимир Путин, развязана не потому, что у него был этот миллиард налогов, понимаете. Нет. Он бы ее и так развязал. Он бы ее и так развязал. Вот. Ну, недоплатил ее, недоплатил. И ее разборка из государства. А в целом, вот этом понятии инфо-цыганства, вот разводить лаков, да? Ну, мы же помним, это же было всегда. Кашпировский воду заряжал перед телевизором. Чумак, чумак воду заряжал. А Кашпировский, от Кашпировского какая-то баба забеременела прямо по телевизору. Ну, вот видите, даже такое. Я о таком не слышал. Но это становится ведь популярно в такие довольно кризисные моменты в обществе. И вот то, что сейчас, ну, вот это так популярно стало. Я вот смотрю в социальных сетях просто огромное количество всяких вот этих шарлатанов. Берут какие-то вроде небольшие деньги за всякие там натальные карты, за всякие там марафоны желаний. Но этих людей, которые готовы платить, их огромное количество, и на этом сколачивается состояние. Это определенный общественный симптом. Можно его так рассматривать? Ну, вы знаете, как бы такие легковерные дураки существуют везде, всегда, в любом обществе, понимаете? Просто в любом. Ну, что подалось, да? И для, ну, как это, покуда есть на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки, понимаете? Это всегда есть, да? Другое дело, что насколько им позволяют, как бы, позволяют даже не юридически, не законодательно, а общество, насколько им позволяет вот так вот себя вести, там, а не отторгает им, наверное, но это, действительно, уже симптом времени. Ну, да, конечно, всякая примитивная мистика, она расцветает, знаете, когда? Не просто в кризисный момент, она расцветает в момент ощущения безнадежности. Вот, например, и тогда же самоубийство, и мистика, все что угодно, да? Вот, например, таким периодом в империи российской был период после поражения, ну, того, что у нас называли первой русской революцией или поражения России в японской войне, войне с Японией, и до где-то, ну, там, не знаю, 12-13, может быть, года, когда-то там. В общем, все это сопровождалось. Ну, это распутение, которое стало советником императора, да, в итоге? Да не только Распутин, не только Распутин, тогда были клубы самоубийц, тогда были всякие еще люди такие вот странные, да? Вот, ощущение безнадежности, понимаете, в обществе. Распутин это, другой Распутин это, так сказать, ограниченность и там странные личностные особенности государя и его супруги Александра Федоровна, да? Ну, все-таки это они его выбирали, почему выбрали и поддержали у себя против воли двора. Весь двор, вся августейшая семья были против Распутина. Они его держали. Это их проблема была, да? А вот когда это в обществе распространено, то действительно проблема в обществе. Но скорее это ощущение безнадежности, чем что-нибудь еще. Вот о общественных симптомах еще хотел бы с вами поговорить. Любопытнейшая история в Самарской области произошла. Значит, там ушел в отставку министр молодежной политики. А все из-за чего? Значит, его обвинили в сексе с мужчинами. И кто обвинил? Депутат Государственной Думы Хинштейн. Значит, этот Хинштейн написал публичный донос, что значит, этот вот местный министр Бурса имеет, цитирую, «сомнительные отношения со своим подчиненным. Двое неженатых, бездетных мужчин более недели провели в отпуске в Кисловодске в одном из отельных номеров». Конец цитаты. Вот, значит, ну, вообще смешно. Это мне напоминает, как вот эти двое неудачников-шпионов Чипига и Мишкин, да, вот ездили на шпиле смотреть. Здесь вот двое поехали в Кисловодск в отельный номер. И вот, значит, тут этому Бурсову, который министр, пришлось сразу выкладывать какие-то фотографии с какими-то дамами, рассказывать в соцсетях, какой он, значит, альфа-самец, и как он вообще на самом деле, значит, со всеми сексом женщинами занимается. И у него было их очень много. Но его не спасло это от отставки. Ты сам ушел, и огромный скандал, потому что, ну, мы понимаем, гомосексуал сегодня в России – это экстремист. И, по большому счету, обвинив тебя в таком, тебя обвиняют в экстремизме. И вот эта охота на ведьм, это же не первый раз уже. Она будет иметь развитие, как считаете? Конечно, конечно. Именно это и будет иметь развитие. Причем, понимаете, ну, во-первых, жуткая эпидемия доносов. Просто жуткая совершенно. И на них реагирует позитивно. Значит, какой-то дегенерат, простите, написал донос, не помню, в какой, в провинции, в России это было. Он написал донос на... А, Великомусич, мне кажется, это было. Значит, написал донос на женщину одну, которая сфотографировалась в ярко-желтой куртке на фоне голубого неба. А он сказал, что это, значит, враждебная пропаганда. Знаете, в чем дело? Сумасшедшие были и есть всегда. Всегда. Важно, как государство на них реагирует. Я вам не рассказываю, как на меня соседка писала донос, нет? Значит, я студентом был на первом курсе. Снимал комнату в коммуналке в Питере. Большая была коммуналка, но заселено было только две комнаты. Я и какая-то сумасшедшая старушка. Она была совсем сумасшедшая. Она, когда выходила на кухню, она вешала замок висячий такой на свою комнату, чтобы у нее не украли ничего. Ну, вот, ну, вот, ну, совсем. Несчастная, несчастная, сумасшедшая бабушка. Вот. И однажды она мне рассказывает, что она пошла, донесла на меня. Ну, ей просто не с кем было говорить. Она разговаривала со мной. Она меня донесла, мне ей рассказала. Она донесла на меня. А почему донесла? Что я шпион. Почему-то я был шпионом Казахстана. Потому что я не знаю, это советское время, значит. Ну, ладно. Шпион Казахстана. А шпион, потому что у меня был такой приемничек маленький. Я по нему маяк слушал. Он голос не брал, а маяк я слушал. Она рисовала, что это шпионские передачи. Ну, что ей в голову щелкнуло, да? Вот она мне это рассказывает. Ну, ладно. Бог с тобой вообще. А дальше она говорит ужасно интересную вещь. Говорит, представляешь, говори. Вот раньше я приходила, сигнализировала, меры принимали. А сейчас я пришла, а мне говорят, иди, бабка, ты из ума выжила. Знаете, ей обидно. И она жалуется мне же, естественно, потому что больше некому. Ну, хорошо. Так вот, понимаете, что я делаю? Это когда было? Это 70-е годы, наверное. Тогда при советской власти, при советской коммунистической диктатуре какие-то офицеры милиции понимали, что в ответ на это надо сказать, бабка, иди, не сходи с ума. Да? Вот они это понимали. И в одни офицер полиции то ли вызвал эту женщину, то ли пришел к ней сам и проводил с ней какую-то там беседу. Понимаете? Слава Богу, уголовное дело не возбудили, да? То есть, доносы поощряются. Некоторые депутаты и другие общественные деятели именно на доносах делают свою карьеру. Теперь, значит, на что донес Кенштейн? Если бы нормальная была бы ситуация, представьте себе, значит, Кенштейн написал такой донос, да? Что какой должен быть ответ на нормальных людей, да? Как мне кажется. Ответ министра. А твое какое собачье дело? Какое твое собачье дело? С кем я жил в одном номере? Если хотел, хочу с женщиной, хочу с мужчиной, хочу с котом. Ну, вообще, тебе-то что, да? А губернатор должен был бы сказать, значит, так, у меня к моему министру претензий нет. А с кем он спит, это меня не касается. Это не мое дело, это его дело, это его личная жизнь. Вот это была бы нормальная реакция, правда? На депутат Кенштейн. Вместо этого человек уходит в отставку. Я не знаю, хороший он человек, плохой человек, хороший министр, или плохой, это не мое дело, да? Но я вижу, что он ушел в отставку из-за обвинения не в преступлении. Это не преступление. Это его личная жизнь, да? Вот общество, часть общества в России повернута сейчас вот на это дело, да? Повернута. И, конечно, преследование гомосексуала будет только развиваться, и доносы будут только развиваться. Продолжение следует...